Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем с вами достаточно такие, знаете, холодненькие выпуски на гриле. Ну, а что делать? А что делать? Гриль, это клево. Сейчас тут хоть костерок горит, в отличие от прошлого выпуска. Потеплее маленько. Сегодня будем готовить с вами Hot, мать его, бекон, сыр, док. Короче, такой будет у нас с сыром, с бекончиком, хот-дог. Великолепный, просто, просто бомбовский. Поэтому всем смотреть до конца. Ну, конечно, в первую очередь нам нужны сосисули, да? Я использую, ну, вот просто вот, вот просто сосисули в вакууме я купил, это хорошие сосисули. У меня, кстати, отец рассказывал, когда в общаге жил, и говорит, ну, холодильников не было, и люди как, ну, вешали там пакеты, знаете, дерево растет около окна, и они вешали пакеты снаружи, чтобы это типа как холодильник. И, говорит, вот, одни повесили, говорит, сосиски вот так вот прям, этажом выше, говорит, и они свисали прям до нашего этажа. И мы, говорит, прям подрезали, вот такие дела. Нам, естественно, для хот, мать его, чиз, бекон, док, нам надо избавиться вот от этой вот шелухи наружной, нам она вообще не сдалась абсолютно. Можно и в ней пожарить, конечно, бля, но это будет не камильфо. Ребята, с пластиком есть сосиски не нужно. Жизненная мудрость на сегодня такая. Так, сколько у нас осталось еще? Оп, немного у нас осталось. Тут десяточек, что ли, получается, да? Ну, как раз и булочек у меня, по-моему, десять. О, все. Теперь смотрите, что будем делать. Сейчас, внимание, теперь мы в каждой сосисуле проделаем вот такой вот прорезик. Не до конца. Это будет прорезик имени сыра, понимаете, о чем? Сюда мы запихнем сырок. Не до конца. Хотя, если даже и прорежете, ничего страшного. Оп, вот так вот. Ладно, три сосиски оставлю детям. Теперь берем любой сырок. У меня это, по-моему, российский, что ли. А пофиг вообще. Нарезаем его. Еще пополам вдоль. Слишком куски толстые. Широкие, точнее. Толстые, это я, а куски широкие. И теперь в каждую сосисулечку вложим сырка. Вот так вот, от души. Два кусочка, например. Вот таким вот макаром. Уже похоже на маленький хот-дог. Можно еще вот так вот сидеть рядом, на картах так веселее вкладывать сырочек. Смотрите. Оп, оп. Вот так вот. Вот все. И у меня еще одна сосиска осталась. Разрезанная. А сыр не остался. А я поэтому сейчас отрежу. Вот знаете, когда мне что-то не хватает, я просто беру и делаю. Короче, у меня всего становится в достатке. Что дальше с этим делать? А дальше вот вступает как раз в силу бекончик. Вот он. Это бекончик. Вот, смотрите, кто не верит. Теперь нам каждую эту сосиску надо от души обернуть в бекон. Оп. Ну где-то будет не хватать. Слишком широко. Широка страна моя родная. Добавим еще кусочек бекона. Можно закрепить, хотите, там зубочистками. Но это не обязательно. Не в этом суть этого рецепта, друзья мои. Не в зубочистках. Это фановое блюдо. Оно должно быть как бы в удовольствие. И готовить его в удовольствие. И уж, конечно, я уж не говорю про то, что мы это потом еще будем... Конечно же, кушать. Осталось у меня еще две сосиски и кусочек бекона. Сейчас распакуем новую пачку. Вот, нате, вам еще куча бекона. Этот бекончик даже получше прошлого будет. Все готово. А этот бекончик можно просто употребить, вы же знаете. Комиссионное. Выпуск заканчивается. Все, ребята. Вы дальше все поняли сами. Ладно. Пойдем дальше делать. Пока эти заготовки пускай полежат, а мы сделаем хрустящий лук. Хот-доги, хрустящий лук. Ну, вы понимаете. Я не могу не сделать его. Тем более делать его элементарно. Правда, конечно, придется замарать какой-нибудь казан. Сейчас я его пойду найду. Но пока горит костерок, почему бы и нет. В первую очередь, конечно, мелко порежем лук. И обваляем его в муке. Вот примерно вот на такие куски. Смотрите, мы добавим муки в лук. Это будет своеобразный кляр, который как раз создаст хрусткости. Ну, добавляйте так. Не очень много, но чтобы лук был в муке. Вот, видите. И хорошенько разогреваете в сковородке или что у вас там есть. У меня это какой-то сотейник чугунный. Разогреваете масло. Масло нагрелось. Выкидываем лучок. И постоянно его будем мешать. Не забываем помешивать. Сейчас лук начнет золотиться. Видите, он практически во фритюре. Я под наклоном немножко поставил вот этот сотейник, чтобы масла побольше было. Сэкономить на масле решил. Знаю, что вы любите вот этот звук. Ужас, да? Но ничего не поделаешь. Мне надо будет этой лопаткой сейчас доставать все. Так что без обид. Так, смотрите. Лучок уже хорошо так подрумянился. Чуть-чуть в сторонку. И будем в спокойном режиме снимать его. Хотя он продолжает жариться, потому что, конечно, энергоемкость вот этой вот чугунной штуковины огромная. На нем еще можно пару яичниц приготовить после снятия с огня. Вот, у нас получится хороший, хороший дип, добавочка, так сказать, для хот-дога. Класс, да? Оставляем в сторонке пока. Пусть остывает. Для того, чтобы пожарить сосиски, я вот воспользуюсь таким небольшим модулем, который регулируется по высоте. Мне удобно это будет делать именно на нем. Пока угольки у нас догорают, мы, наверное, подготовим хлебушек. Подготовим хлебушек, тоже я говорю так, как будто сейчас выпекать собираюсь. Нет, мы просто классные вот эти булки пополам разрежем. Вот так вот. Так, булочки у нас готовы. А сейчас мы еще сделаем с вами соус. Не такой простенький, но вкусный при этом. Так, что нам надо для этого соуса? Корнишончики. Мы их просто тупо мелко порежем. Сначала пластинками, потом полосками, потом маленькими кубиками. Понимаете, да, о чем я? Ну, вот как-то так вот меленько. Сложим это все в тарелочку. Так, теперь смотрите, теперь мы сюда добавляем майонез. Естественно, хот-дог без майонеза это вообще не тема. И горчица. Все это перемешиваем. И вот такой вот соус. Ну, блин, понятно, это майонез с огурцами и горчицей. И второй соус это будет кетчуп. Этого достаточно для хот-догов. Все, супер. Ну, что, уже в принципе тут вот как бы догорает костерок. Уже можно потихонечку выкладывать вот этот наш бекон-сосиски. Пускай они начинают вытапливать жирок, начинают поджариваться слегонца. Тем более у меня есть прекрасная возможность регулировать по высоте. Я всегда могу это поднять. То, что сейчас здесь происходит, это прекрасно, я вам скажу. Это супер. Сырочек начинает плавиться, смотрите. Начинает капать, видите, жир. И разгорается костер. Поднимаем по этому. Уже начинает подзапечатываться бекончик, видите, румяный. Все как надо. Было бы неплохо зубочистками закрепить, потому что некоторый бекон не держится. Ну, да ладно. Ну, вот видите, вот этот немножко не держится бекончик. Так раз к сыру его, и он держится. Так, немножко сдвинем сосиски, пускай они доделываются. И сюда положим булочки уже. Вот так вот. Пускай прогреваются. Можно прям, знаете, прям поверх сосисок бросить. Вот так вот нормально будет. Ну, что, все это можно снимать, по большому счету. Горячие ручки, не горячие, не пойму. Вроде ничего. Оп. Все у нас готово. Пока только четыре булочки. И все, можно собрать хот-доги. Аллилуйя. Вот так вот сосисон. Меняем перчатки, что-то грязные какие-то. Конечно же, сверху вот этот майонезно-горчичный соус. Кетчуп. Ну, и как вы думаете, что еще? Да, лук. Хрустящий лучок. Все, хот-дог готов. Офигенно. Ну, и что, дачный поваренок-то? Ничего такой, молодец, смотрите. Кто откажется от такой штуки, ребята? Я сделал сколько тут? Семь штук таких хот-догов. Давайте попробуем. Я должен вам передать вкус этого прекрасного хот-дога. Очень вкусно. Сыр чувствуется, бекончик чувствуется. Хрустящий лук, это вообще просто король для хот-дога. Уже подостыл, жалко. Если бы еще сырок тянулся, только с гриля. Круто, повторяйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok